И снова здорово, с вами Маркус, у нас сегодня 18 ноября, началась новая бонусная неделя в GTA Online, о которой я вам сейчас все расскажу. А перед просмотром не забудь подписаться на мой канал, я каждую неделю выкладываю ролики о новых скидках и бонусах в игре, также о новостях в мире, GTA Online и еще множество интересного контента. Так что, добавляйте, братишка, не хватает именно тебя. Ну и сразу же мы начинаем с самого интересного. В казино от Эль Даймонд вернулись алмазы. Да, на этой неделе вы можете вынести из казино алмазы, которое стоит 3 миллиона 290 тысяч баксов. Так что, неплохой такой куш и вдвоем вынести можно будет где-то в районе 2,5, а то и даже 3 миллионов. Если вы частенько проходили ограбление казино и все знаете наизусть. Следующий аукцион невиданной щедрости от Rockstar. Бесплатная раздача транспорта дизельсекторов. Buckstar Burrito. Да, вот такую вот веселую раздачу Rockstar замутили, это, конечно, вообще отдельный капец. Когда я увидел стоимость в 0 баксов, я сначала подумал, может, какие-то проблемы с игрой и перезашел в игру. Но нет, оказывается, 0 баксов и вы реально бесплатно можете забрать этот транспорт на этой неделе. Никаких специальных фишек в нем нету, просто это грузовичок дизельсекторов. Следующее. Зайдя в игру, на этой неделе вы снова можете получить раскраску на бенше. На этот раз Weekend Racer. Rockstar, походу, решили часть раскрасок просто так раздать, остальную половину раскрасок раскидать по всяким ивентам, как они делают уже, получается, вторую неделю подряд. Переходим с вами к призовым транспортам и начинаем с подиума казино. На этой неделе у нас там стоит суперкар Pegasi The Russo. Ее нынешняя стоимость 1 миллион 925 тысяч баксов. Не самый топовый суперкар, но тачка за практически 2 миллиона баксов. Неплохое такое пополнение коллекции. А далее премиальный транспорт в автоклубе LS. Все ждали Comet S2, но на этой неделе у нас снова Vapid Dominator GTT. Он стоит 1 миллион 220 тысяч баксов. Я думаю, вы и так отлично знаете, что это один из лучших маслкаров в игре. И чтобы его на этой неделе бесплатно забрать, вам надо прийти первым в гонках серии автоклуба в течение трех дней подряд. В любых погонях, в уличных гонках. Так что нету скилухи, то либо дюпайте игроков. А если есть кореш, то просто пройдите с ним обычные уличные гонки вдвоем. И вы спокойно на третий день заберете эту тачку абсолютно бесплатно. Отвечу сразу же на вопросы. Если вы уже ее забирали бесплатно, то вы еще раз можете ее забрать. Потому что возникали такие вопросы в предыдущий раз. Да, вы можете ее спокойно еще раз забрать. Если будет третий раз она стоять, можете хоть третий Dominator GTT забрать. Так же как и Supermach Cypher. А тестовые автомобили на этой неделе это у нас Fister, Growler, Emperor, Vectry и Dinka, Jester, RR. Переходим с вами к скидкам на транспорт. Скидка 40% на внедорожник Everon. Его обычная цена с учетом скидки 885 тысяч баксов. Оптовые 663 с половиной тысячи баксов. Чтобы получить оптовую цену, вам надо пройти ограбление казино и взять этот транспорт как транспорт для отхода. Следующая скидка 40% на спорткар Paragon. Его нынешняя стоимость 543 тысячи баксов. Довольно-таки неплохой спорткар. Конечно, бронированная версия с пулеметами немного лучше, но и этот в принципе неплох. Следующая скидка 40% на болид PR4. Его нынешняя стоимость 2 миллиона 109 тысяч баксов. В данный транспорт я бы не советовал вам вкладываться, конечно, если вы не хотели себе приобрести когда-то болиды по скидке. Если да, то покупайте. Если же нет, то опять же, как я и сказал, не советую, потому что кататься вы на нем толком не будете. Он не подходит для покатушек по сессии, потому что это все-таки как-никак болид. А игроки в гонках на болидах не так часто залипают, даже если там будут бонусные выплаты. Идем далее. Скидка 40% на рампа Rocket. Его нынешняя стоимость 555 тысяч баксов. Этот транспорт частенько роки нам пытаются впендюрить. Но не ведитесь и не покупайте этот шлак. Вы просто сольете впустую полмиллиона. Далее скидка 40% на суперкар S80 Ara. Данный транспорт отлично подходит для кольцевых гонок. И я бы присмотрелся по поводу покупки этой машины. Следующая скидка 40% на один из самых быстрых багги Vagrant. Его обычная цена с учетом скидки 1 миллион 328 тысяч баксов. Аптовый 996 тысяч баксов. Чтобы получить оптовую цену, вы должны пройти ограбление казино и взять этот транспорт как транспорт для отхода. И последняя скидка на транспорт. Это скидка 40% на радиоуправляемый танк. Его нынешняя стоимость 1 миллион 365 тысяч баксов. Отлично подходит, чтобы пошукать игроков, либо же наоборот от них спрятаться. Так что если у вас случаются подобные ситуации, то подумайте о его покупке. Далее мы с вами переходим к скидкам на имущество. И у нас одна единственная скидка. Это скидка 35% на пентхаус казино. Плюс его ремонт и улучшение этого пентхауса. Прикупив его, вы сможете пройти линейку заданий, которые открываются только после его покупки. И еще одна скидка. Это скидка 40% на одежду в магазине казино. Если вдруг вы хотели сэкономить фишки и приодеться, вот на этой неделе у вас есть на это офигенный шанс. Как обычно у нас изменились испытания на время и испытания на время на рисе, которые мы с вами пройдем завтра. А мы с вами переходим к бонусным выплатам этой недели. Первое и относительно относящееся к бонусным выплатам, это вдвое больше очков репутации автоклуба за гонки типа спринт. Так что на этой неделе вы можете покататься с другом и хорошенько апнуть себе репутацию. В принципе, хорошее такое будет времяпрепровождение, если вдруг у вас низкий уровень и вы не открыли все оптовые скидки на весь транспорт. Далее, вдвое больше фишек и опыта за случайные задания казино в свободном режиме. Да, там вы получаете не деньги, а там вы получаете фишки казино, которые вы можете потом обменять на деньги. Так что ради прикола парочку из них можно пройти. Следующее, вдвое больше денег опыта за режим противоборства зоны десантирования. Это можно в принципе описать как борьба за какую-то определенную точку и вот и все. В принципе, суть режима проста. От двух до четырех команд схлесткиваются и тот, кто дольше просидит на точке, тот и победил. Следующее, вдвое больше денег опыта за сюжетные задания от мисс Бейкер. Это вот как раз таки те задания, которые у нас откроются после покупки пинхауса казино. Задания простые, есть какой-то интересный линейный сюжет и плюс к этому всему вам бесплатно отдадут бронированный парагон. И последний бонус на выплату, это тройные выплаты денег опыта за все режимы противоборства в казино Даймонд. Вот здесь в принципе можно шикануть, потому что это противоборство, это тройные выплаты, даже не двойные, а тройные. То есть суммы там будут переваливать за сотню тысяч. Так что если вы новичок, то вот позалипайте на этой неделе. Большое количество бабок опыта вам просто моментально прилетит за каждую выигранную вами игру. И даже за проигранную вы тоже будете получать не так мало. Но это все о новой бонусной неделе. Конечно, все ожидали двойные выплаты за казино. Конечно же, Рокки не будут делать такие конские выплаты и сделали нам только алмазы. Я, конечно, ожидал скидки на игровой зал, но они были практически недавно, где-то недели 3-4 назад. И Рокки решили не повторяться и выкатили именно на пинхаус казино. Ну а так все остальное мне понравилось. Даже бонусные выплаты, плюс еще большое количество скидок на разнообразный транспорт. Все, конечно, скидки из обновлений казино и ограблений казино. Но, опять же, те, кто не имели какой-то из того транспорта, могут прикупить и при этом все сэкономить. Напишите же свое мнение в комментариях по поводу этой бонусной недели. И, кстати, по поводу алмазов. Сейчас вопросы, возможно, опять же возникнут. Честно, я не знаю, как они будут выпадать. Возможно, как это было первый раз, когда появились алмазы. То есть, сходу, как вы только первый раз начали проходить это ограбление, вам сразу же выпадали алмазы. Я, честно, не знаю. Напишите в комментариях, выпали ли вам сходу алмазы, либо же вы какое-то энное количество времени потратили, чтобы их дюпнуть. Я же лично, опять же, сам не знаю. И на этой неделе, конечно, ради интереса попробую вынести алмазы. Ну а на этом у меня все. Если ты досмотрел данный ролик до конца, тебе понадобится, если ты узнал что-то новое, то обязательно подпишись на мой канал. Не забудь проставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Ну а я с вами прощаюсь и удаляюсь. Субтитры создавал DimaTorzok